Как происходит подбор Клюшкин? На что нужно обращать внимание в первую очередь? Каждый индивидуально и зависит от мастерства. Я думаю, есть игроки такие, как у нас 97-й, мне кажется, любую и под любой загиб будут играть. Дело в мастерстве, но каждый лично смотрит на загиб. Кому пологие, кому загнутые, кому прямые. Это очень индивидуально. В НХЛ очень быстро работают эти компании, ты можешь пробовать буквально каждую неделю новые. В России немножко с этим подольше берет времени, поэтому ты можешь пробовать разные клюшки, что тебе по душе, что тебе больше нравится. Лет 15-17 играл где-то 100, была жесткость. Сейчас вроде стал сильнее, а гибкость у меня пошла еще меньше, то есть у меня где-то 85. То есть, может быть, техника броска чуть поменялась или что-то, но пока вот так. А перематываешь клюшку как? Мотают все, кто из Канады, здесь все. Мы, русские, мотаем большинство с носка. Это просто уже все знают. Раньше все так оглядывались вроде с носка, но это примета русских. А есть какая-то примета по поводу цвета, по обмотке белой в черной? Ну, я привык к белой, уже черной. Иногда, наверное, когда что-то не получается, поменяешь что-то. Но это... А в основном всегда белые у меня. А верх, хват сам, как предпочитаешь обматывать? Я люблю, чтобы побольше мотаю вверх, чтобы чувствовать рукоятку, поэтому это все индивидуально. Самое главное качество в клюшке, в современной? Наверное, это вес. Они стали настолько легкие. Когда мой отец играл, когда он берет клюшку в руки, он говорит, я бы такими клюшками сотнями забивал. В свое время, поэтому это вес, наверное. Какая-то памятная, может быть, есть клюшка? Ну, такого нет. Но в памяти сохранились, когда я начинал, и отец мне все-таки знал связи и подгонял нам и крюки, я помню, и трубы, когда вот это было, вставляешь крюк, нагреваешь, и деревянные вот эти клюшки. Уже, честно, не хочется сейчас вспоминать о них. Спасибо. Спасибо.